водоемчик родненький всем привет друзья карпики нас манят я получил максимальное удовольствие от поимки этих проказников очень сильно мне зашла данная рыбалка вот сегодня мы приехали вновь на этот прекрасный водоем и будем пытаться разными методами поймать этого красавчик все техники что я буду применять увидите в видео не будем терять ни минуты поехали получать удовольствие ведь за этим мы сюда и приехали ветра нет абсолютно на водоеме нет никого одним и корт вообще крутяк вот здесь и расслабляется ваша нервная система смотрите сегодня будем пробовать поймать этого показания проказника также и на жерлице установил я три жерлицы 2 на милике потому как я намотал туда всего-навсего 6 метров они были предназначены для карася здесь глубина вот здесь именно побольше на одной десяточка была глубина по ходу метров семь восемь вот наша рабочая позиция по началу дня это наша лунка под боковой киволк и впереди у нас будет стоять два охранника это поплавочка вот такая вот красивая если я на нее вытащу что-то я потом более подробно остановлюсь пока экспериментируем вот так будет выглядеть наш поплавок карп здесь сумасшедший он когда берет затаскивает под дно и мы будем все это лицезреть оставляем запасик небольшой для подсечки и кладем так вот нашу девочку нам будет все прекрасно видно ребят аналогично заряжаем и вторую ребята поплавок тонет есть друзья только-только ты представляешь 008 лесочка только установил перемотал специально отдельная благодарность дмитрий говорит вот на 012 не берет только ставишь 008 начинает клевать я смотрю поплавок уходит уходит думаю срочно нужно камеру включать в общем лесочка ребята 008 очень стрёмненькая один килограмм на разрыв поэтому форсировать ни в коем случае не рекомендуется вот он я тебя про успокойся да это конечно поиграться придется и представляешь с открытием вот так от 008 лисуля до бери перематывай на какую-то удилку однозначно друзья я вас поздравляю 1 карпинский на месте и ребята пришло время рассказать об оснастке обыкновенная удилочка леска 008 вот такой вот летний поплавок от хрен начал кусочек сделал вот такую тему оливка 3 грамма вот такая вот бегающая смотрите 100 порог черненький и на коротке где-то вот так маленький крючочек обыкновенный тот что на карасик всю поплавочек держит карпиков ловит круто заряжаем ребята вы помните да после карпушки если вытащили наживляем обязательно свежего мотылика не жалейте все друзья заряд готов и это здорово запускаем нашего кракена наши два стража готовы теперь заражаем боковой его щеки садимся рядышком смотрим на поплавки его и на кивок по боковом кивку мормышечка с чешуйкой заряжена 8 мотылей и наша удилка сам склепал катушечка с курком дабы попускать боковой кивочек и ребята леска 0 12 миллиметров того же производитель ребята смотрите смотрите выложил ах ты ж первая поклёвка на 0 1 леску все-таки на 0 0 8 до давай сейчас я помогу я рукой беру за бучин ага ничего страшно главное не форсировать сейчас вот это додумались взять тройничка с жерлицы круто и горем поздравляю очередной все равно видите он клевал до промазал и подцепился опять тоже удилочка стоящая я пока ходил здесь можно ребята по 5 жерлиц оставлять на щуку щука есть ходил проверять глубины в это время игрок взял боковой кивок ребята заработал видишь и горем только перешел с этой лунки туда потому как здесь глубина как-то ребята меняется то выше то ниже и сразу я горю за цепью какого-то паренька здесь 0 12 леска кайфок вот это ты зацепил все сам выпытался давид быть может это тот самый зачетик уху река него река не брал такой же рукой заводи аж туда ниже мое поздравление а ну подымай его проказника очищенный паренек такой килушечка также такая же стандарт опа ребята сразу же поклевка здесь было опа ребята смотри он так я пока разговаривал он так туда загнул блин затащил вот так вот боковой кивочек рулит заглотил ай-яй-яй-яй-яй слушай это такой бойкий попался матерый это я думаю повеселее будет тех первых лесочка считай 0 смотри что делает лесочка 012 здесь сейчас давай выходи либо ты такой бойкий либо ты чуть чуть-чуть повеселее сейчас посмотрим а ты хвостовик затейник до хвостовик затейник есть богорик это нормально от хулиган за хвост на этого парня шо он вытворяет говорил не один товарищ если ты хочешь научиться ловить на боковой кивок ты должен стать боковым кивком думать как боковой кивок и вот игорян применяет эти навыки это похрупнее ребята 5 карпика уже в этот что вытащил самый большой ну в принципе это один стандарт это этот за рыба который запускали прошлый год но я вам скажу здесь он не воняет мулякой как обычно на водоемах чистенький и довольно таки вкусный я его жарил стейки делал с него отличная рыба игорян поздравляю за это нужно и кофейка бахнуть этот фраказник здесь заселился а я смотрю удочку в лунку тащит представляешь думаю не понял юмора а он уже здесь боковой кивок играет без игры это клюет без игры то есть это бродяга смотрите хорошенький и заглотил хулиган самую шахту видно луночку ребята сидел перезаряжал вот тут удочку боковой кивох стоял просто смотрю давит вниз представляете я сразу же молниеносно иди к папочке бродяга смотрите друзья я бы даже не сказал что это клюет благодаря боковому кивку удочка просто стояла и два таких карпика присели поэтому боковой кивох это не панацея но тем не менее на него клюют на боковой кивочек поставил леску 01 поклевки немного улучшились смотрите ребятушки от это наши семь карпиков которые мы поймали 2 до 12 часов дня получается у нас вот на 008 лесочку мы взяли 2 там было две поклевки холостых им 3 мы взяли на наш боковой кивок и гарян же на стоячки он не взял только на одной было две поклевки а взял двух карпиком на боковой кивок четко на игре у меня же боковой кивок один на игре это я его забавил а два вот так когда никто на лежала этом шевелился там было две поклевки на этой прекрасной ноте мы заканчиваем машут до обеде рыбалку все увидели выражаю свое мнение имеет ли толщина лески значения до имеет идеальный вариант это иметь три удилки и на каждой должна быть 008 01 012 я считаю нужно дабы было три варианта потому как не знаешь какой карп у тебя клюнет следующий почему на стоячую удилку с покатком я вытащил только два карпика на две удилки а на боковой кивок также настоящий редкость кивок там ни при чем на стоячки я поднял еще двух быть может дело все в мормышке мормышка идет чешуйчатая и там медный вот это тот цвет я думаю он также играет свою роль в общем ребята какой-то определенный опыт до обед мы получили сейчас немного отдохнем перекусим и продолжим нашу рыбалку с 12 часов до пяти вечера и это вы сможете увидеть следующей серии все ребята всем пока до новых встреч у кого есть какие вопросы задавать с радостью поделюсь пока ребят